Пусть молчание будет единственным грозным протестом, который вам предстоит в жизни. С этих слов организаторы начали митинг памяти в честь 74-й годовщины Победы в Великой Войне. Такие встречи традиционные для 56-й школы, ученики которой собрались здесь. Наша школа вообще нацелена на патриотическое воспитание молодежи. И в течение года у нас проходят занятия в музее, посвященные, опять же, событиям Великой Отечественной Войны. Вчера у нас проходил фестиваль военной полевой кухни. Это все у нас проводится ежегодно. В памятных мероприятиях традиционно участвуют все школы и детские сады города. Причем без директивы сверху, по собственному желанию. Формат выбирают сами уроки памяти, митинги или концерты. Нам бы хотелось, конечно, чтобы все они прошли неформально, чтобы они действительно тронули сердце каждого ребенка, потому что это то поколение, которое дальше понесет на уровне генетической памяти, эмоциональной памяти, то, что случилось 74 года назад и памяти войне. Дети не должны забывать ни факты Великой войны, ни то, какую роль она сыграла в мировой истории. Поэтому на встречу со школьниками пригласили непосредственного участника событий. Я прошел всю войну. В Инграде, немцы, в Инграде, мы стояли, и царами при Батнике окружили эти 6-ю и 18-ю немецкую армию. Оружили их там, взяли 280 тысяч пленок, солдат и 45 генералов. Важной частью таких встреч организаторы считают эмоциональное присоединение. Поэтому участников митинга одевают военные костюмы и звучат песни о войне. На 9 мая у ребят из 56-й школы тоже есть планы. У нас официальный выходной 9 мая. 9 мая в основном все ходят на акцию «Бессмертный полк» и также смотрят «Пора победы». Я 9 мая пойду с своими родителями на акцию «Бессмертный полк». Я понесу фотографию своего дедушки Павла Масленникова. Вспоминать о войне и ветеранах нужно не только в канун праздника, уверенно собравшиеся, поэтому памятные мероприятия в школе идут в течение всего года. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.